Депутаты Совета Славянского городского поселения на 39-й сессии тайным голосованием выбрали главу города. Они единогласно проголосовали за кандидатуру Александра Берсенёва, который хорошо работал на этой должности и зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. На торжественной сессии Совета была проведена церемония вступления в должность главы Славянска на Кубани. В 40-й сессии Совета приняли участие депутаты Совета городского поселения, были приглашены депутат Законодательного собрания Краснодарского края Денис Выпринцев, председатель районного совета Григорий Литовко, представители силовых структур, общественных объединений, почётные граждане, руководители предприятий и организаций. 13 октября 2022 года на 39-й сессии Совета города из числа кандидатов предложенной конкурсной комиссии тайным голосованием главой Славянского городского поселения Славянского района избран Берсенёв Александр Борисович. Избранный глава вступает в должность на сессии Совета в торжественной обстановке. Председатель Совета Славянского городского поселения пригласил новоизбранного главу города для принятия присяги. Вступая в должность главы Славянского городского поселения Славянского района, торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности главы Славянского городского поселения, защищать интересы жителей нашего города, уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать конституцию, законы Российской Федерации, законы Краснодарского края и устав Славянского городского поселения. Затем председатель Совета поздравил главу города и вручил ему служебное удостоверение. В адрес Александра Берсенёва прозвучали поздравления и пожелания всего самого доброго. Мы не сомневались, что вас действительно изберут депутаты, а депутаты нас подставляют наши жители. Вас всегда можно увидеть в городе, в самых труднодоступных местах сегодня нужны вы. Вы доступны 24 на 7, снискали уважение у наших жителей за предыдущие годы работы. Я уверен, что и в дальнейшем под вашим руководством, вашей сплоченной командой, нашим жителям будет комфортней и прекрасно будет жителем проживать в нашем городе. Вы надежный, настоящий человек, делаете все исключительно ради населения, ради нашего города Славянского на Кубани. Я надеюсь, что это будет продолжаться. Конечно, здоровья, Александр Борисович. Я в сфере с утра говорил, что на такой должности надо быть. Хоть иметь очень крепкое здоровье. Удачи, успехов и бирно в один по-другому. Глава Славянска на Кубани поблагодарил депутатов за оказанное ему высокое доверие. Он пообещал не подвести депутатские корпусы всех славянцев. Планы большие у нас. Мы совместно с Романом Ивановичем вообще наметили такие грандиозные планы и по благоустройству, и по реконструкции, и по дорогам. Но проблем у нас очень много. Самые главные проблемы, все вы, наверное, знаете, это в первую очередь ленистоки, дороги, освещение, тротуары. Это то, что действительно беспокоит наших жителей. Ну, в этом направлении мы сейчас работаем. Спасибо, вот у нас общественно-социальный центр сейчас занимается непосредственно очисткой, реконструкцией. В этом году уже у нас, где-то мы посчитали уже, мы затратили вопрос, ну, с приобретением насоса, где-то около 10 миллионов. Горячими аплодисментами собравшиеся поддержали слова Александра Берсенева. Депутаты действительно сделали отличный выбор. Результаты работы главы города и его команды очевидны для славянцев, которые живут в районном центре. Город хорошеет и развивается с каждым годом. В своей работе глава считает приоритетными именно социальные вопросы. Особое внимание уделяется ремонту дорог, очистке ливнестоков, освещению, участию в федеральных и краевых программах. Впереди еще много серьезных задач, которые будут решены. Благодаря слаженным действиям всех ветвей власти и жителей, большая работа по благоустройству в Славянске-на-Кубани будет успешно продолжена. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Редактор субтитров Н.Лосева М.